Предлагают вашему вниманию четвертинальные поединки чемпионата Европы, которые проходят в городе Пула, Хорватия. Сейчас мы с вами видим поединок весовой категории до 69 килограммов, средневесовая категория, где встречается Хавьер Ноэль, спортсмен из Франции. Он в красном углу, и у него вот видите красная майка такая, и белые трусы. И его соперник Дорил Симеон, спортсмен из Румынии. И судит этот поединок, обратите внимание, рефери из России Евгений Судаков. Я сам часто очень много судил этого спортсмена, но все внимание на этот раунд. Позже я, может быть, более подробно остановлюсь на этом. Вы видите, с разницей в 10 очков поединки ведет спортсмен из Франции, Хавьер Ноэль. Завершился этот раунд. И вот спортсмены уходят в свои углы. И вот сейчас вы видите, как очень внимательно французскому спортсмену что-то выговаривают секунданты, как он должен продолжать этот поединок. Ну, фаворитом в этой весовой категории, я хочу сказать, является Олег Саитов, двукратный олимпийский чемпион. И это, я хочу сказать, легенда России Олег Саитов. Вы помните, он был награжден переходящим кубком вала Баркера за свою технику, которую он продемонстрировал на Олимпийских играх. А у нас с вами продолжается этот поединок и уже четвертый раунд. Вы знаете, что в любительском боксе теперь у нас 11 весовых категорий. И я вчера очень подробно останавливался на правилах, может быть, с некоторой долей критики. Но я высказывал, так сказать, свое мнение здесь. И я в течение 25 лет был судил и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира. И я очень хорошо знаю этот вид спорта. Но сейчас все внимание на ринг и все внимание на спортсменов, которые, повторяю, борются за выход в полуфинал. А это гарантия путевки на Олимпийские игры. И победа здесь имеет большое значение. И понятно, что напряжение и та борьба, которая постоянно сопровождает в каждой весовой категории эти поединки. И вы видите, сейчас активнее действует Дорел Симеон. А вы знаете этих замечательных братьев. Мариан Симеон и Дорел Симеон являются братьями. Но вот еще есть спортсмен Виарел Симеон, который никакого отношения к этим братьям не имеет. Вы запомнили, может быть, мы сегодня его увидим еще. А может быть, нет. Он должен был боксировать на два боя, мне кажется, раньше по программе. Но мы сейчас начали свой репортаж шестого поединка этой программы в любой по пятой. И Каврер Мояль, спортсмен из Франции. Вот он, красные майки в белых трусах. Красно-белые, будем говорить правильно, майки. И его соперник в синей майке, в синих перчатках. Дорел Симеон. В синем углу. Вот он пытается достать своего соперника, но удачно. Удачно блокирует все атаки Каврер Мояль. Вы видите, с дистанции. И там разница в очках достаточно значительная была. И никаких, по-моему, проблем в этом поединке Каврер, наверное, не имел. Таким образом, он вышел в полуфинал. И как минимум, стал обладателем, будет обладателем бронзовой медали, если он вдруг по каким-либо причинам проиграет. Но мы посмотрим, что там будет дальше. И так, Каврер Мояль победил в этом поединке. И он гарантировал себе уже поездку на Олимпийские игры. Вы знаете, что... А может быть и не знаете, но я вам хочу сказать, что вот от Европы общее количество участников, которое должно быть допущено на Олимпийские игры, составляет 91 человек.